Hello, nice to see you again. Наш сегодняшний урок будет о благотворительности. О благотворительности в Англии. Charity begins at home. Благотворительность начинается дома. Unit 2, page 37. Урок 2, страничка 37. What does the title of the lesson mean? Что же означает название этого текста? People should raise money to help those who are ill, disabled or poor. Людям следует собирать деньги, чтобы помочь тем, кто болен, disabled, это инвалид или калека, or poor или бедным. Или people should think of the needs of the people who are near them before they think about helping anyone else. Или людям следует подумать о нуждах людей, которые рядом с ними, до того, как они подумают о том, чтобы помогать кому-то еще. Конечно же, the title of the text means название текста означает the first one. Первое то, что мы прочитали. Я приготовила для вас лист со словами. New words that we should learn. Repeat after me. Raise money. Собирать деньги на благотворительность. Raise money. Disabled. Инвалиды, коллеги. Disabled. Charity. Благотворительность. Put words into practice. Притворять слова в жизнь. Put words into practice. Heart. Сердце. Learn by heart. Учить от всего сердца. Учить наизусть. Cancer. Рак. Ужасная болезнь. Cancer. The largest number of. Самое большое количество. Charity shops. Благотворительных магазинов. Charity shops. Благотворительные магазины. Store. Store. Это по-американски. Все равно, что shop. Магазин. Sell goods. Продавать товары. Очень похоже на слово good. Хороший. Goods. Товары. Sell goods. Donate to charity. Жертвовать на благотворительность. Donate to charity. Household items. Товары для домашнего хозяйства. Household items. Furniture. Мебель. Furniture. Special occasions. Особые случаи. Special occasions. Bargain. Скидка. Удачная покупка. Bargain. Somehow related to the course. Каким-то образом связанные с причиной. Fair trade food. Ярмарка торговли едой. Слово fair имеет много значений. Мы уже знаем. Fair hair. Светлые волосы. Fair это еще несправедливо. It's not fair. Это несправедливо. И fair еще означает ярмарка. Fair trade food. Ярмарка торговли едой. Crafts. Ремесла. Staff. Обслуживающий персонал. Thrift shops. Бережливые магазины. Thrifting. Бережливость. Теперь мы знаем все слова. И можем приступить к чтению текста. Open your books. Можете открыть свои учебники. Что нам здесь нужно будет сделать? Нужно будет заполнить пропуски. While I read. Пока я читаю. You read after me. Вы читайте за мной. И мы fill in the gaps. Заполняем пропуски. Charity begins at home. Charity begins at home. Благотворительность начинается дома. It is said that charity begins at home. And people in the UK seem to have put these words into practice. Читаем со мной. It is said that charity begins at home. Говорят, что благотворительность начинается дома. And people in the UK seem to have put these words into practice. И люди в Англии, кажется, воплотили эти слова в реальность. Put into practice. Воплотить в реальность. Их энтузиазм помогать другим показан в 187 тысячах благотворительных организаций. Которые существуют в стране. Экзист существовать. Некоторые из них, самые знаменитые, это Oxfam. Age Concern для пожилых людей. The RSPCA. The British Heart Foundation. Британское благотворительное общество для сердечных болезней. Heart. And Marie Curie Cancer Care. И фонд Marie Curie для больных раком. Cancer это рак. Мария Curie и ее муж были знаменитыми физиками, которые открыли рентген-химиками. People donate money to charity organizations or volunteer to help them raise money. Люди жертвуют деньги благотворительным организациям или волонтерам, чтобы помочь им raise, собрать деньги. Raise money. Many of these organizations run charity shops. Многие из этих организаций имеют благотворительные магазины. Первый благотворительный магазин в Англии был учрежден Oxfam на Broad Street в Оксфорде. Oxfam имеет самое большое количество благодарительных магазинов в Англии с более чем over 800 stores, с более чем 800 магазинами. Благотворительные магазины продают товары по очень low, низким ценам. Вещи на продажу обычно second-hand и жертвуются членами общества. These include books, records, CDs, clothes, accessories, household items, furniture, and costumes for special occasions, such as Halloween. These include. Они включают в себя. Include. Books, книги, records, пластинки. Clothes, accessories. Одежду, аксессуары. Товары, household items, товары домашнего хозяйства, furniture, мебель, and costumes for special occasions. И костюмы для особых случаев, such as Halloween, такие как Halloween. There are bargains for everyone. There are bargains for everyone. Здесь есть скидки. Bargains for everyone. Для всех. Некоторые благотворительные организации также продают новые товары. Которые каким-то образом связаны с причиной, которую они support, поддерживают. В магазинах Оксфома, например, вы можете найти ярмарочную торговлю едой и ремеслами. Крафт с ремеслом. Обслуживающий персонал, который работает в благотворительных магазинах, это волонтеры. Поэтому большинство, профит это прибыль, большинство прибыли от распродаж, go, идет, towards the charity, на благотворительность. В Америке, где благотворительные магазины называются, бережливыми магазинами. This kind of shopping is so popular. Такой вид шоппинга так популярен. That it has got its own word. Что у него есть свое собственное название, слово. It's called thrifting. It's called thrifting. Он называется thrifting. Бережливость. И здесь у нас будет слово popular. So popular. Так популярны. Продолжение следует.